Приветствую вас и не думаю, что существует какой-то единый рецепт того, о чем вы спрашиваете. То есть, связано это с тем, что у каждого человека есть свои предпочтения по поводу того, о чем вы говорите. И если для кого-то справедливо одно, то для другого, может быть, вполне это же несправедливо, ошибочно. И у каждого из людей, у каждого мужчины есть свои внешние чувствительные места, где им приятно, чтобы прикасалась женщина к этим местам, чтобы она ласкала эти места и так далее. Какой-то мужчина, может быть, наоборот, является достаточно строгим, твердым, непредстающим ласку и так далее. Но начать, я думаю, нужно с того, чтобы определить, что бы вы ни сделали, какой бы вы способ не выбрали, какой бы вы способ прикосновения не выбрали к мужчине, вам всегда нужно будет смотреть внимательно на его реакцию. Не совсем, конечно, понятно, в каких отношениях вы находитесь со своим мужчиной и в том, что вы описали. Но я думаю, что вне зависимости от того, в каких отношениях вы находитесь, справедливо будет сказать следующее. Реакции на ваши прикосновения, неважно, к плечу, к руке, к голове, к шее и так далее. Реакции могут быть всего три. В общей сложности всего три реакции. Первое. Положительное. Когда вы видите, что мужчине приятно, это может сопровождаться расслаблением, это может сопровождаться более удобным положением для того, чтобы вы приказались к этому месту и так далее. Вторая реакция – это негативная реакция, когда мужчина, может быть, не прервав ваше движение, но по его лицу вы увидите, что ему неприятно, и в этом случае нужно прекратить. И третья реакция является самой наверху сложной – это реакция напряжения. То есть вы, например, прикоснулись к плечу мужчины и почувствовали, что он напрячен. В его глазах, на его лице вы увидели удивление. Вы увидели небольшую, скажем так, обескураженность. И здесь очень легко допустить ошибку. Вот если вы не готовы к такой реакции, то вы можете принять ее как что-то негативное. То есть мужчина напрячен, все, ему не нравится, он не рад тому, что вы сделали, и вы это прекращаете и больше не прикасаетесь к нему. На самом деле люди, в частности мужчины, но это относится к женщине тоже, достаточно, знаете, с трудом пускают кого-то в свои личные границы. А когда вы это делаете, когда вы приходите в личные границы человека, вы волей-неволей заставляете его напряжение. А мало ли что, а вдруг вы боль причините. И да, можно сколько угодно говорить о том, что вы ничего плохого не сделаете. И мужчина может даже это понимать, но все равно, все равно защитная реакция никуда не девается. Поэтому на произведение нужно воспринимать как нечто естественное, как непривычно для мужчины. То есть мужчина не привык, а мужчина его просто ласкает. То вы просто, например, гладочное, то вы просто там... Чтобы просто взяли, например, его руку, да, и так далее. Что нужно в этой ситуации сделать? В ситуации, когда вы катнулись к мужчину, а он напрягся, нужно спокойно, смотря на него, или если он отвернут до 20, то не делать резких движений, а плавно, легонько его погладывать. И вы увидите, как мужчина постепенно расслабится и начнет принимать как бы вашу ласку. Значит, как лучше это сделать? То есть вот как именно, как можно приласкать мужчину, как вы спрашиваете? Ну, здесь только лишь путем проб, путем выявления реакции мужчины на прикосновение к различным жестям тела. Кому-то нравится поглаживание, как мы уже сказали, шеи, плеч, головы, рук. Кому-то нравится поглаживание спины, ну и так далее. Пока вы сами не будете пробовать, пока вы не сами не будете исследовать тело своего мужчины, исследовать его точки, которые ему, которые у него чувствительны. И если вы не будете изучать реакцию на ваше прикосновение, вы так и не узнаете, как именно приласкать мужчину. И будет лучше, если вы вот сами представите этот процесс как интересный и увлекательный, как процесс познания своего мужчины. Не рекомендовал бы вам читать статьи, потому что слишком легко податься в механистический подход к тому, что вы делаете. Поверьте, очень чувствуется, когда человек делает какие-то ранее отрепетированные или не его, неестественные движения. Это очень чувствуется. И если мужчина почувствует, то нельзя будет говорить о том, что ваш доверие возрастет. Конечно, читать статьи или нет, решать вам. Мою рекомендацию по этому поводу вы услышали, я надеюсь, довольно подробную и точную. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.